Ну и так, господа, сегодня я хотел бы немножко поговорить о потоках и процессах, причем главным образом о процессах. И рассказать вам, ну пожалуй, самый такой типичный вариант применения потоков и процессов, который у нас на соответствующем курсе разбирается гораздо более подробно. А сейчас я расскажу основную идею и суть вопроса. Итак, господа, давайте с самого начала. Что такое процесс и с чем его едят? Значит, нужно, ну вот в книжке, когда вы ее откроете, вы увидите, что там будет на тему, что такое процесс, сказано примерно следующее. Что когда мы запускаем программу, она представляет собой процесс, и процессом называется запущенная программа со всеми выделенными для нее ресурсами. Это правильно, это утверждение верное. Но, знаете, как и всякое верное утверждение, оно всегда, ну не то что всякое, но частенько, оставляет... Ой, господа, я прошу извинить, я тут забыл одну очень важную вещь. Сейчас я ее исправлю. Извините, маленький организационный момент, потому что если я сейчас это забуду, будет нехорошо. Я забыл включить запись, чтобы вы могли потом этот вебинар посмотреть там в записи, если захотите. А, вот запись вроде идет. Да. Ну хорошо. Значит, и так. Так вот, в чем тут есть нюанс? Действительно, когда операционная система запускает программу, она выделяет ей какие-то ресурсы, да? И это все продолжается до тех пор, пока программа не будет завершена, да? Соответственно, когда она будет завершена, освобождаются ее ресурсы. Вот это вы наверняка слыхали. Господа, вот на самом деле здесь заключается, помимо недосказанности, еще одна наглая ложь. Значит, утверждение о том, что при завершении процесса освобождаются все его ресурсы, это вранье. Вот на это я хотел бы, чтобы вы обратили внимание и запомнили. То есть это не то, что не совсем так, это совсем не так. На самом деле происходит следующее. Когда завершается процесс, операционная система делает попытку освободить его ресурсы. Освобождает ли она их на самом деле? Хороший вопрос. И вот здесь надо понимать, что то, что я ввел в квадратик, ну, так традиционно пишут в книжках, я сразу скажу, я не спорю с книжкой, да? Я просто дополняю к сказанию. Так вот, то, что обводится в квадратик, это то, что называется словом ресурс процесса согласно, внимание, согласно стандарту POSIX. Да? А что называется ресурсом процесса согласно стандарту POSIX? Там есть просто список. Значит, в частности, это дескрипторы открытых файлов. Да? И я вот, господа, попрошу сейчас, я, естественно, весь этот список не буду перечислять, он слишком длинный, но я назову несколько пунктов, из которых станет понятно, что некоторые моменты тут как минимум требуют пояснения. Итак, первое. В ресурсы процесса входят дескрипторы открытых файлов. Я напишу файл, и на самом деле речь идет не о самом файле, а о его дескрипторе. Второе. Память, выделенная этому процессу. Опять-таки, иногда можно так прочесть. Память, выделенная этому процессу. Тут требуется важное уточнение. Как согласно стандарту POSIX выделяется память процессу? Согласно стандарту POSIX память процессу выделяется при помощи системного вызова маллок. Да? Поэтому к сказанному надо обязательно добавить память, выделенная процессу стандартным способом. А что у нас, память не может быть выделена процессу нестандартным способом? Может. Правда, в этом случае не принято говорить, что память выделена процессу. Да? Вот, господа, я хотел бы обратить ваше внимание на один немаловажный момент, который имеет отношение не конкретно к вопросу потоков и процессов, хотя здесь он проявляется, но который имеет отношение вообще ко всей нашей работе. мы с вами как-то считаем само собой разумеющимся, что слова имеют определенный смысл. Да? Но это ведь не так. Да? И когда что-то написано в книжке, надо еще посмотреть, а, во-первых, имеет ли автор в виду то же самое, что и мы. Да? Это раз. Во-вторых, а может быть автор чуть-чуть не точен? Ну что он ошибается, это маловероятно, да? Этот случай рассматривать не будем. Ну, может быть, он чуть-чуть не точен. Да? Автор может это понимать. Вопрос, а это не точность? Не сыграет ли роль в данном случае? Вот не имеем ли мы дело с тем самым одним случаем из миллиона, когда эта неточность имеет значение? Да? Вот когда мы занимаемся системным программированием, о котором сейчас идет речь, забыть об этом факте может оказаться делом подсудных. Мы забыли о том, что автор чуть-чуть не точен, а потом где-нибудь самолет упал. Да? Вы не забывайте, чем мы занимаемся, да? Ведь эти же задачи, это управление процессами и же с ними. И нам совсем не надо, чтобы из-за того, что мы забыли о том, что память не всегда выделяется стандартным способом, где-нибудь взорвалась бы атомная электростанция. Но этого-то, конечно, не будет, потому что контуры защиты делают, конечно, защищенными от таких промахов. Но, кстати, хочу обратить внимание, что в наше время, как раз сейчас, активно развивается такая штука, как беспилотный автомобиль. Позволю себе несколько минут потратить на вопросы подобного рода. Господа, чем характерно, чем интересен беспилотный автомобиль? Равно как и вообще автомобиль. Автомобиль интересен тем, что это производство одновременно высокотехнологичное и массовое. Как следствие этого факта, автомобили могут программироваться, просто вот сел за компьютер и запрограммировал. То есть не нужно никаких там супер-пупер условий для этого. Точно так же, как мы можем собрать автомобиль в гараже. Ну, правда, потом техосмотр прийти придется, но это уже следующий вопрос. В конце концов, техосмотр нужен не для того, чтобы на автомобиле ездить, а для того, чтобы на нем ездить по общим дорогам. Если нам это не надо, то нам и техосмотр не нужно. Так вот, в данном случае это все имеет значение. Итак, отсюда на самом деле становится понятно, что утверждение о том, что при освобождении процесса, при завершении процесса освобождаются его ресурсы, даже теоретически относятся только к тем ресурсам, которые выделены в соответствии со стандартами POSIX. В данном случае это может играть роль как минимум двояким образом. Первое. Мы не всегда эти стандарты в лоб соблюдаем. То есть, ну, вернее, не то, что соблюдаем, стандарты POSIX просто не все описывают. Один такой пример я приведу. Второй пример. Давайте посмотрим вот на этот пункт. Файлы. Скажите, а что в Линуксе называется файлом? Вообще все. В Линуксе под понятием файл подразумевается вообще, что не по поди. Устройство. Настоящий файл. Устройство. Канал. Пайп, который называется. Именованный, неименованный. Сокет. Все это как бы файл. То есть, дескриптор файла на самом деле может быть дескриптором сокета. А вот с дескриптором сокета тут не все так просто. Дело в том, что сокет... Господа... Так, ага. Я прошу прощения. Я, видимо, показываю не тот экран. Сейчас я попробую переключиться. Сейчас. Но я пока ничего особенного не рисовал. А теперь тот экран видим. А, ну да. Нет. Господа, я прошу прощения. Сейчас я попробую исправить эту ошибочку. Вот тут, к сожалению, программы. И в программе, как всегда, чтобы мы не скучали, изменили интерфейс. А у меня теперь получается, что у меня на проекторе один экран транслируется в сеть другой. Я не могу понять, как это изменить. Окно почты, конечно, не надо, чтобы было видно. Господа, если не полога, я сейчас попрошу инженера помочь, потому что я хоть убейте, не вижу, где это можно изменить. Кстати, знаете, первое правило при разработке прикладного программного обеспечения? Почаще менять интерфейс. Каждая новая версия, она должна выходить не реже, чем раз в 3-4 раза в год. Интерфейс прикладной программы должен меняться до полной неузнаваемости. Да? Потому что врачи-психиатры тоже нуждаются в работе. Сейчас, извините. А то у меня на проектор разъемный монитор, а тут другой. А, вот. Всё, спасибо, извините. Вот сейчас должен быть правильный электрон Гинзел. Да, извините, но люди говорили мне, что нельзя водку пить по ночам. Ну, не помогает. Нет, господа. Я за рулём, мне нельзя. Так вот. Значит, что касается сокетов, есть один нюанс, с которым, ну, когда мы будем вот на курсе проводить практическую работу, мы с ним столкнёмся. Дело в том, что сокет номинально, с одной стороны, в Линуксе открывается как файл. С другой стороны, считать ли сокет файлом, это хороший вопрос. Он является, то есть, дескриптов сокета рассматривается Линуксом как дескриптор файла. Но, с другой стороны, сокет, это ведь не устройство. Да? Это просто какой-то внутренний объект. А на практике это означает следующее, что если мы завершили процесс, не закрыв сокета, то сокет закрывается не сразу. А занятый сокетом порт ещё какое-то время после завершения процесса числятся занятым. И запустить процесс, подключившись снова к этому же порту, мы сразу не сможем. Придётся подождать какое-то время, пока операционная система вычистит всё, что надо. Да? Вот. Это первый важный момент. Второй важный момент. Согласно стандарту POSIX, существуют некоторые объекты, которые ни к какому процессу не приписаны. Например, типичным, пожалуй, примером такого объекта, который ни к какому процессу не приписан. Это разделяемая область памяти. Если мы создаём несколько процессов с общей, ну, с разделяемой областью памяти, а потом завершим все процессы, не освободив этой разделяемой области памяти, она так и останется висящей, неразделённой. Ну, мы с вами на кофсе узнаем, что на самом деле существует довольно простой способ этого избежать. Вот. Но как бы то ни было, если мы об этом забудем, опять-таки ресурс освобождён не будет. Да? Ну и наконец, ещё один момент я скажу чуть позже, когда мы про процессы расскажу чуть-чуть более подробно, ну, чуть-чуть более копнув глубоко. Поэтому, когда вот это утверждение об освобождении всех ресурсов, надо просто считать наглой ложью. Да? Ну, повторюсь, на самом деле это, конечно, не наглая ложь, но это следует понимать, что это не констатация факта, который имеет место в наличии, имеет место, да? А это пожелание, как должно быть. Ресурсы должны освобождаться. Да? Вот. Это первый момент. Второй момент. На самом деле становится понятен ещё один важный момент, что я вот эту вот точку входа, вот это место, как бы провёл из воздуха, из ниоткуда. Да? Но ведь на самом-то деле процесс рождается не из ниоткуда. А откуда рождается процесс? Он рождается из ядра операционной системы. Да? Он рождается из ядра вот как-то так. и потом идёт работать. Опять-таки, господа, более подробно мы поговорим об этом на курсе, но хотел бы обратить ваше внимание, что вот так традиционно рисуют ядро, да? Kernel и Kernel и процесс. Но дело в том, что этот рисунок несколько вводит нас в заблуждение. Даже часто употребляют понятие пространства ядра и пространства пользователя. После речь идёт в данном случае об области памяти. Так вот, господа, очень важная вещь, которую надо понимать, это то, что пространство ядра на самом деле занимает в себе всю память компьютера вообще. То есть, правильнее было бы говорить не о пространстве ядра, а о контексте ядра. Контекст ядра и контекст пользователя. Кстати, на уровне процессоров, так и говорится, если вы будете изучать устройство процессора, там так и будет написано. Контекст ядра и контекст пользователя. Но в терминах операционных систем принято говорить User Space Kernel Space. Так вот, пространство ядра в действительности занимает вообще всю память компьютера. А пространство пользователя это выделенная данному процессу область памяти. Причём не всякая выделенная данному процессу область памяти, а такая область памяти, которую он может адресовать по своему собственному указателю. То есть, мы можем внутри процесса сформировать указатель и любое место пространства пользователя адресовать по этому указателю. Ну, или по указателям. Какое нам удобно. Так вот, в этих терминах в пространстве ядра мы можем адресовать что угодно. В том числе из пространства ядра мы можем сформировать вот у нас, допустим, в пространстве пользователя указатель, который адресует вот эту область памяти, в пространстве ядра мы тоже можем сформировать указатель, который будет адресовать эту же самую область памяти. То есть на самом деле в пространстве ядра мы можем просто, ну, работая, мы можем просто в наглую записывать любые байты в любое место, куда нам угодно. Стоит ли это делать? Это правда хороший вопрос. Поэтому, когда мы говорим о ядре, говорить не говорят о процессах ядра, говорят о потоках ядра, потому что у ядра не может быть никакого контекста, его контекст это весь компьютер. А это на самом деле означает вот что, что когда мы стартуем ядро, вот теперь важный момент, когда у нас стартовало ядро, а именно этот момент и называется стартом операционной системы. У нас в ядре изначально стартовал один поток ядра, который обслуживает систему. Затем этот поток ядра запускает энное количество других потоков ядра. Столько, сколько ему угодно. Соответственно, потоки могут сами ветвиться, как им тоже угодно. Один поток может запускать любой другой. Но прошу обратить внимание на следующий немаловажный момент. В данном случае я говорю о потоках ядра. Эти потоки напрямую из пространства пользователя не видны. То есть мы можем только по косвенным признакам опознать их присутствие. Так вот эти потоки все равноправны между собой. Неважно, кто он. Первый, второй, дочерний, родительский. Там даже понятия такого нет. Они все равноправны. Соответственно, пока хоть один из них жив, компьютер работает. Ну, ядро работает. Соответственно, ядро завершает работу, когда завершаются последние из них. При этом, ну, там у них есть определенные устройства, соотношения между собой. Это сейчас не принципиальный вопрос. Но, если мы берем один из потоков ядра и приписываем к нему определенные ресурсы, в том смысле, в каком их нам описывает стандарт ОСИКС, ну, в ядре есть соответствующие функции, да, то есть все это происходит внутри ядра, приписываем к нему эти ресурсы и добавляем к нему возможность адресации этих ресурсов из пространства пользователя, то такой поток ядра автоматически превращается в процесс. То есть, грубо говоря, с точки зрения ядра процесс – это обычный поток, но к которому приписан указатель на контекст. Конкретно внутри этого, то есть работая в этом потоке, у нас есть указатель, который называется проц. Он представляет собой указатель на некоторую структуру ядра, которая указывает всю память, выделенную этому процессу, обеспечивает переключение между контекстом ядра и контекстом пользователя. Все это она делает. Вот. На практике в Юниксе, то есть, ну, в Линуксе конкретно, господа, сразу хочу обратить внимание, что у нас на эту тему есть два курса. Один курс называется программирование на языке C для Юникс. Второй курс называется, ну, официальное у него название такое – проектирование драйверов устройств для Линукс. Обратите, пожалуйста, внимание на разницу в названии. В первом случае указан Юникс, во втором – Линукс. Это неспроста. Хотя мы и на первом курсе имеем дело с Линуксом, но на первом курсе мы с вами работаем исключительно в пространстве пользователя. И исходим из того, что стандарты ПОЗИКС у нас выполняются. То есть, мы и сами работаем в соответствии с ними, и ядро работает в соответствии с ними. Естественно, недоговоренности в стандарте остаются, но мы предполагаем, что они выполняются. Как следствие этого, то, что мы изучаем в первой части курса, вообще говоря, будет работать не только на Линуксе, но и на большинстве Юникс-подобных систем. Без изменений или с минимальными изменениями. Например, это будет работать также на системе FreeBSD, ну и можно там перечислить, да, Солярис и так далее. Тоже логика остается. И почти программы с минимальными изменениями или вообще без них будут работать и там. Что касается проектирования драйверов устройств для Линукс. На самом деле, более точно, это было бы назвать проектирование модулей ядра для Линукс. Но, тем не менее, название правильное, потому что если мы проектируем драйвер устройства, то мы почти наверняка напишем модуль ядра и писать модуль ядра, который не является драйвером устройства, в наше время очень редко бывает надо. Вот, поэтому это, в общем, как правило, один и тот же вид работы. Тем не менее, когда, здесь прошу обратить внимание, стандарты ПОЗИКС в принципе не стандартизуют то, что происходит внутри ядра. Следовательно, материал, изучаемый на курсе проектирования драйверов устройств, будет работать только на Линуксе. Другие ЮНИКС-подобные системы имеют иначе устроенное ядро, и, соответственно, там это все программировать надо совсем иначе. Вот, поэтому в данном случае мы говорим с вами о системе Линукс, да, но вот этот момент, то, что происходит вне ядра, имейте в виду, что, скорее всего, будет работать и на других системах. Но мы говорим про Линукс в данном случае. Так вот, господа, на самом деле на Линуксе, как правило, происходит следующее. ядро загружается, стартует, все делает, что надо. Вот самое последнее, что делает ядро перед тем, как позволить нам работать в системе. когда процесс загрузки ядра завершен. Процесс загрузки ядра завершен, когда ядро сформировало один единственный процесс, который называется словом init. Соответственно, остановка процесса init означает команду на выключение ядра. если мы процесс init остановим, кстати, сразу скажу, что сделать это обычным способом команды kill не получится. Это надо делать средствами ядра. Так вот, если мы его остановим, то следом за ним ядро, следом за его остановкой ядро даст команду остановить и все прочие потоки. Так вот, господа, формируется такой процесс init и все остальные процессы делаются путем клонирования процесса init. я об этом сейчас еще скажу. Ну, опять-таки, господа, клонирование выполняется командой fork, но более подробно о ее работе я расскажу на курсе. То есть, fork создает почти точную копию процесса. Почти. Потому что на самом деле определенные нюансы все-таки есть. Так вот, господа, соответственно, в принципе ничто не мешает нам находясь внутри ядра сформировать свой собственный процесс и не делая клон процесса init. Ну, да, без команды fork. Но если мы не совсем больные на голову, мы делать этого не будем. Вот. Потому что пользы от этого не будет никакой, проблем до шута. Так вот, господа, обратите, пожалуйста, внимание на то, что я нарисовал. На первый важный вывод, который надо это сделать. С точки зрения ядра, любой процесс это поток ядра. То есть, с точки зрения ядра, любой процесс это поток ядра. И ядру наплевать на его контекст. До тех пор, пока оно само не захочет о нем вспомнить. Соответственно, когда мы берем процесс, мы можем при помощи команды форк выполнить точный клон этого процесса. Давайте я дальше буду рисовать традиционным образом. Вот у нас ядро, вот у нас запустился процесс. Но мы помним, что с точки зрения ядра, любой процесс это поток ядра. Так вот, мы можем выполнить команду форк. И в этом случае у нас появится точная полная копия нашего процесса, которая с этого момента начнет работать независимо от нашего, почти независимо от процесса родительства. При этом первый процесс будет называться parent, второй процесс child, ну и самое главное, что надо знать, что процессы родительский и дочерний процесс абсолютно независимы друг от друга за исключением одного момента. Родительский процесс имеет привилегию узнать код завершения дочернего. То есть когда процесс завершается в операционной системе в ядре запоминается специальное число код завершения процесса. вот родительский процесс имеет привилегию узнать этот код завершения. Если процесс завершился, но родительский процесс еще не считал его код завершения, такой процесс окончательно не убивается, потока уже нет, но контекст еще остается висящим. как называется существо, в котором уже нет жизни, но которое еще ходит. Соответственно, такой процесс называется процессом зомби. кстати, у меня пару лет назад случилась полуанекдотическая история про то, как у меня младший сын забыл дома ключ, мне его пришлось в аудиторию посадить, пока его там не забрали. А потом на следующий день он пришел в школу и рассказал, что папа читал лекцию про зомби, демонов. Да? Так вот, между прочим, зомби для демонов особенно опасны. Догадываетесь, чем? Если у нас демон начинает плодить процессы зомби, да, что такое зомби? Это процесс, который завершился соответствующий поток ядра, он все, он уже завершился без возврата, да, но память, занимаемая этим процессом, освобождена не полностью. Да? А это означает, что если у нас начнут плодиться зомби, то у нас рано или поздно исчерпается вся доступная память компьютера. да? Так вот, если это обычный процесс, который начался, прошел и завершился, да, зомби ему как-то особо не мешают, ну, ходят тут эти непонятные существа, ну, и ладно. Почему? Потому что процесс перестает быть зомби, то есть зомби погружается окончательно в нирвану, то есть перестает существовать, иными словами, в тот момент, когда произойдет одно из двух. Либо родительский процесс считал его код в завершении, либо родительский процесс сам превратился в зомби. Зомби, своих зомби иметь уже не может. Соответственно, если процесс превратился в зомби, то все зомби, которые появились его, они все, как нас учил Бунта, обретают вечное небытие.